едем дальше у нас все тот же густав 2 адольф швеция и чтобы чтобы великого человека города государства влияние на него растет на 90 короче типа бонус на отношения опять же с городами государствами у швеции именно имеется и этот бонус можем использовать так напомню вам последнее событие которое случились это у меня уже несколько городов четыре города в принципе такая штуковина вот 335 принципе отстаю я конечно же вот три раза но от кого-то и больше раз кого-то мы еще и не встретили вплоть до того однако последнее событие характеризовались чем мы встретили карфаген дитона мы встретили также когда чувак аль аль мансур вроде бы и у нас есть баудика которая представляет из себя самую большую опасность все-таки остальные отделены как-то горами в этом повезло отношении баудика однако ничем от нас не отделена и она беспрепятственно может нас давить и давить но надеюсь это произойдет не скоро и нас будет время подготовиться посмотрим в общем-то как с этой проблемой справляться для меня сейчас самое главное нарастить рост и в основном научный мне так кажется я бы хотел попробовать знаете что попробовать посмотреть что получится если нет не пойдет да я хочу прибегать дипломатии все плотнее и плотнее почему потому что проблема с баудика можно будет решить только если она будет занята с кем-то войной иначе шансы у нас маловато остаются есть другая проблема это непослушание у нас сейчас 1 1 единица как раз непослушание это существенно сужает наши возможности да и способности по развитию и это плохо плохо и еще раз плохо ужасно просто однако меня больше всего интересует знаете какой момент меня больше всего интересует возможность 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 сотрудничества с городами против баудики насколько это реально ладно пока вопрос так не стоит его можно оставить чуть на поздние времена сейчас же займемся всем другим нас достаточно веры для покупки юнита и кого мы купим я не знаю посмотрим есть еще лучники которые в дальних землях пытаются разведать обстоятельства существования того же самого карфагена и его соприкосновения с баудикой я не знаю какие у них есть проблемы но наверняка имеются так как общие территории вот вы видите проглядывают даже на мини карте это очевидно визуализируется что касается проекта следующего в городе стокгольм который мы можем выбрать то это вообще не помешал бы героический эпос он дает бонусы но увы закрыто и увы из-за того что мы наставили несколько городов есть проблемка чтобы с этим наставлением справиться однако однако друзья друзья мы не можем ничего делать кроме юнитов таких обыкновенных создадим же метких лучников пускай будет один юнит существовать плюс 42 золота сейчас идет напомню что там и способны вполне себе увеличить например армию чуть-чуть чтобы баудика не глядела на нас как на лакомый кусок добычи который очень легко и достанется в случае чего само собой вы видите на чем мы работаем мы строим дальше дорогу должны соединить все города ну и посмотрим расклады расклады явно не в нашу пользу и причем конкретно солдаты кто-то ушел вообще по солдатской линии до бесконечности друзья это плохо по населению видите тоже на по площади в общем да все это выглядит очень очень неважно как я и говорил мы еще долго не сможем догнать особенно с моим таким великим опытом ого 231 ход а это недолго чё-то его так в корк засунул а он там вообще способен прийти к какому-то моменту надо наверное этого лайфа пересадить где-то в городок где он будет у него возможность добиться результата пораньше я прогадал давайте маракеш например почему бы нет дипломатом вы хотите сделать вашего шпиона дипломатом нет не хочу есть находится другой державы которые вы не находите состояние войны нет мы сделаем его шпионом почему бы не воспользоваться техническим прогрессом дипломатия дипломатии но давайте-ка сделаем шпионом что же по сути мы так вникли процесс который тут происходит и который нам доступен и можем перейти к обратно же ресурсом о которых разговаривали однако ресурсом интересного качества я вот тут еще подумал ездишь кроме разных водных других ну те что вы очевидно знаете их применение знаете есть еще и трудовые ресурсы это очень важная часть человеческой жизни на самом деле по многим подсчетам буквально сотни миллиардов долларов в год в мире тратятся из-за того что трудовые ресурсы либо некачественные либо страдают это каких-то определенных проблем то есть болезни может быть какие-то до вплоть до того что да но болезни любые психические устройства физические расстройства физические неэффективность организации рабочего труда и все такие вещи представьте сотни миллиардов долларов изымаются из всей мировой экономики в то время как ну сама экономика конечно же составляет нехилую сумму скажем так 40 триллионов по моему до долларов то вот несмотря на это ущербно нас на насящийся неадекватными трудовыми ресурсами или тем это некачественными трудовыми ресурсами правильнее сказать он все же существенный особенно в некоторых странах где-то пропорция может достигать больших величин так значит 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 что здесь но долго же здесь у нас будет все создаваться я уповаю на повышение настроения это единственная цель и по сути моя судьба над которой я должен работать иначе никак монастырь купить вера плюс 2 культура плюс 2 хорошо выглядит да на этой потратим очки веры увы и жаль но к сожалению у нас всего лишь один город в империи находится в нашей религии остальные сразу же в христианство подались или чё там католичество да подались повлияло на них был дико нет сектуна вообще не показывает что город находится под влиянием чьей-то религии может из-за того что он слишком молодой впрочем впрочем вопрос не в этом вопрос в том что с лучниками делать посмотрим следующий раз может быть даже стоит их уволить сейчас соединим сектуной и останется совсем немного соединить с последним городом я не знаю кстати можно ли и нужно ли делать круг то есть потом связывать со столицей последний город что-то меня так на зевоту тянет не хельсинки какой-то физику мы открыли галилео галилей такие вот нам подарки преподнес в виде своих мыслей они не только и дел и мы достигли выяснили физику но по сути физика особых таких наявных бонусов которые мы сейчас буквально можем использовать не дает я бы не сказал что это там супер-пупер открытие но все же все же это полезная вещица которая пригодится нам в дальнейшем да так вот ресурсы ресурсы трудовые ресурсы наши дорогие трудовые ресурсы это мы с вами люди и наш наша способность работать о да о чем я говорил один последователь плюс 18 напряженности супер замечательно просто нас баудика оккупирует со буквально даже не предпринимая конкретные военные шаги тут лучники и лучников мы направим в один из городов для защиты дабы дабы ни у кого не возникало желание и даже отдаленной такой мыслишки пролезть в этот город нанести ему ущерб а еще не хватало чтобы захватить подарим шторик от мандур что нечего нам дарить скоро конечно же мы так по монетам и дойдем до суммы 250 золотых золота вернее но но пожалуй пока в этом особого смысла нет но и заглядывать смысла нет тоже но пока что по крайней мере пока что дальше исследовать самый большой больной вопрос что исследовать дальше охоту мы не трогаем стали варенья мне кажется что нужно к стали варенью перейти чтобы мы могли уже от средневековья скакнуть переместиться в новое время или гильдии а гильдии нам нужны да я забыл друзья гильдии очень очень сильно нам нужны потому что гильдии важны помогают зарабатывать золото они тогда будут светлые наши дни я забываюсь иногда находят такие бывает иногда тихо это все говорится стихами ну реально это какое-то наваждение но это какой-то психологический фактор мне кажется есть наверняка определенные исследования по этому поводу то есть когда мозг начинает может быть с избытком какого-то химического вещества в организме работать или может быть даже тупо я не знаю или солнечный день как-то от погоды зависит а может быть от каких-то магнитных полей или магнитных бурь в общем-то эти исследования было бы интересно почитать жалко что жизнь коротка и знаете не все успеваешь освоить в принципе в мире столько интересных вещей которые хотелось бы с которыми хотелось бы познакомиться с одной стороны мне завидно людям которые сосредоточились на чем-то одном своей жизни и все и на этом зависит то есть они специалисты один одного дела принципе другими вопросами не сильно то интересуются им как-то легче мне кажется а вот это вот желание все практически вокруг узнать и поглотить всю информацию которая содержится везде ну по любым сферам может быть разбираться вот это вот вызывает излишнее беспокойство ну и само собой тревоги и беспокойство может быть не всегда реализуемое желание они влияют на здоровье а это кстати трудовые ресурсы то есть я не зря тут еще и от темы отклонился до баудика боюсь я не вижу возможности договориться не хотят они не хотят воевать баудика что же делать с карфагеном или маркеш надо натравить на баудику срочно нужно что-то делать друзья реально мы находимся в состоянии предвосхищение войны иначе если давайте продадим а красители кстати на настроение а посольство дам не хочет да у него нет возможности по посольству договориться ладно как же заставить их воевать то с баудикой я без этого дела не уйду друзья я буду по муль есть каждый ход иначе я уже заведомо проиграл и можно сворачиваться если не приструню баудику если сейчас не заторможу ее развитие то вот этот вот колоссальный рывок смотрите чего она там делать с городами он обернется против меня вообще мне с кем-то нужно очень хорошо закорешиться с какой-то из сдержав карфагеном марокко или не знаю с какой-то из этих с каким-то из этих государств империй закорешиться и чтобы была кое-какая гарантия но это прочим будущее пока что не знаю то ли авторитета не хватает то ли еще чего но по поводу трудовых ресурсов то есть вот сейчас многие например жалуются на то что некоторые люди просто пытаясь зарабатывать умом ну то есть допустим какие-то художники люди искусства там даже вот журналисты или кто-то еще и они считают что это не работа то есть это не трудовые ресурсы трудовые ресурсы это те черные дяди которые пашут на шахтах или где-то там в селах пилят дрова такое интересное отношение просто трудовым ресурсам на самом деле трудовые ресурсы это все то что производит производит все что угодно в том числе информацию друзья информационные ресурсы есть такое конкретное понятие это отдельная вещь она делится там на сетевые интернет ресурсы хотя чем отличие их я так и не понимаю ну факт том что информационные ресурсы это самое главное что вам стоит запомнить, это то, что тоже производит средства. А что за средство? Оно связано с финансовыми ресурсами. А что такое финансовые ресурсы? Финансовые ресурсы это та вещь, за счет которой существует наша цивилизация. Ребята, если вы считаете, что деньги, банки, все такое, это изобретение каких-то ехидных евреев или еще чего-то, которые пытаются нажиться на другом, ну хорошо, окей. Ну тогда идите в лес и живите там без денег, без всего остального. А знаете ли, заниматься поддержанием этой системы, которая основана таким образом, и потом на нее же жаловаться, это несколько лицемерно. Это во-первых, а во-вторых, это ну тупо, скажем так, это нытье элементарное называется. Либо пытайтесь менять эту систему каким-то доступным образом, либо не нойте. Вот ну как бы мой ответ тем, кто считает, что денежная система это неправильно. Я согласен, что ее можно значительно оптимизировать и улучшить, уменьшить риски, уменьшить вот эти вот экономические кризисы, переизбытки, но это возможно только при одном условии, открою вам секрет. При том, что человек сам по себе изменится. Понимаете это? То есть только когда человек сам перестанет быть таким подлым, жадным, да и все, что вот, все негативные факты, которые по нему можно найти. Иначе эта система будет дальше продолжаться, и один будет эксплуатировать другого, один будет дурить другого, ничего не изменится. Таков мир, никуда не деться, в ванильных мечтах своих можно все, что угодно придумывать, но таков наш жестокий мир. Пока что, если хотите его исправить, надо работать над этим усиленно, потому что исправить можно. Есть просвет, кстати, который благодаря информационным ресурсам появился на исправление мира. Раньше такого просвета не было. Раньше все работали на царя-батюшку или на каких-то князей, феодалов, в рабстве были в перманентном, и никто не мог помышлять о каком-то расширении своего информационного пространства. Сейчас, пожалуйста, открытое поле для любого человека возможностей. Вперед! Стремитесь, добывайте, изменяйте, делайте. Так, ладно, это все хорошо, но я просто акцентирую внимание именно на всех этих ресурсах, хотя по эпохе, в которой мы сейчас находимся, явно они не актуальны. То есть мы все еще находимся в чем? В Средневековье. И с моей стороны уже звучит лицемерно говорить о каких-то информационных ресурсах в то время, когда мои феодалы тут, бедных рабочих, которых я, кстати, вот заказываю. Почему я их заказываю? Ну, пожалуй, пригодятся. Я собираюсь расширять города. Не скажу, что я буду основывать еще один, но города буду расширять. Никуда от этого не деваться. У нас еще и великие люди. Расстановка сил. Я просто думаю, может быть, что-то из этого можно оптимизировать и переставить куда-то наших... Нашу клиентуру на более важные позиции. Но пока не вижу, пожалуй, из этого выхода. Все, что есть, очевидно, направлено на поддержание той непонятной ситуации, которая меня раздражает в отношении сного же послушания. Блин. Надо исправить это однозначно. Котванду и кельты стали союзниками. Плохая новость. Кельты опять получают те бонусы, которые, по идее, должны... Должен я получать. В городе Маракеш, новичок Лейф обнажу, что охват... Нет, не будем мы никого предупреждать. Кельты теперь переходят... Ой. Ну, у всех прогресса у меня нет. Ясно. Ну что? Идем на ту территорию. А, мы не можем. Можем, да. Можем выйти на другую территорию. Нет, не можем. Увы, друзья, нет. Все, здесь мы застряли однозначно. Придется увольнять наших лучников. Ну ладно, что ж не подделаешь. Ничего, вернее, не подделаешь. Странно так вот, когда дороги проявляются на следующий ход, фактически, немного мешает сразу же определиться с дальнейшими действиями. Но есть как есть. Так что все эти трудовые ресурсы, они направлены на поддержание текущей финансовой ситуации. И пускай кто-то трудится в офисе, кто-то вообще сидит дома там, может быть, я не знаю, пишет книгу просто-напросто, другой кладет кирпич где-то на морозном ветру. Все они производят ресурсы какие-то. И помогают всей этой шарманке нашего мира, экономике нашего мира крутиться. Они все есть неотъемлемое звено. Снова же, если вы посмотрите на состав ВВП, я уже обращал внимание, то там очень значительную часть составляет сфера обслуживания. И торговли. Остальные, вернее, ну да, сфера обслуживания, это называется. А вот производство само по себе, сельское хозяйство, уже меньшую часть составляют этого самого ВВП. Таков мир, он изменился давно уже. Никто не производит чисто для того, чтобы обмениваться натуральным образом. Так, у нас драма и поэзия. Согласитесь, что, например, та же самая драма и поэзия иногда вдохновляла целое поколение на некие подвиги, которые снова же приводили к прогрессу человечества. Что бы было? Вот представьте, что бы было, если просто были производственные силы, которые пашут на своих пашнях, целыми днями и ночами рубят деревья. Что толку было бы вообще человечеству от этого? Вечная такая замкнутая цепь. Это нечто похожее на вот это вот стабилизированное средневековье в некоторых фэнтезийных рассказах, где оно навсегда застыло и где никакого прогресса не происходит. Но как раз вот такие вещи уникальные, как драма и поэзия, например, те же самые финансы, те же самые информационные ресурсы, они двигают человечество дальше и дальше. И они изменяют парадигму его существования. Я выбрал технологию, которая нужна. Осталось лишь выбрать Стокгольме. Наконец-то мы можем выбрать какой-то из чудес. Я вот думаю, амфитеатр лучше или гильдию писателей. Или национальный эпос. Плюс один культуры, очеки литературных, гильдия писателей, очки. Давайте национальный эпос, так как у него 5 ходов, а гильдию писателей за 2 хода, мне кажется, успеем сделать. Сейчас в мире, ну в нашем мире, в игровом мире, зафиксировалась такая ситуация, что фактически я так не наблюдаю новых чудес. Постройка замедлилась, то есть по сути, наверное, расхватали все кто что мог. И у меня есть возможность этим шансом воспользоваться. Уволил лучников, смысла уже нет у них. Дальше они не пройдут. К сожалению, не пройдут. И дальше мы пока что закрыты в своем едином месте таком.